София Афанасьева на летних каникулах решила не сидеть дома, а найти работу. Девушке предложили место помощника-специалиста в молодежном центре Самарский. Мне здесь очень нравится, потому что работа несложная, и у меня есть возможность уже почувствовать себя взрослой, поработать с людьми, с чем-то им помочь, проконсультировать. Даже у меня была такая возможность. Поэтому мне здесь очень нравится. Здесь же помогает разбирать документы и школьница Жанна Шарагина. 15-летняя девушка уже второй год сама зарабатывает себе карманные деньги. Хотелось бы занять свое свободное время какими-то интересными делами. Также работа в молодежном центре дает возможность уже с 14 лет получить трудовую книжку, и плюс это заработок. Возможность заработать на каникулах и в свободное от учебы время дают областные и муниципальные программы. Служба занятости информирует и консультирует подростков о востребованных в регионе специальностях и профессиях. Подросткам предлагают несложные виды работ, такие как помощник специалиста, подсобные рабочие, уборщики, помощники садовника. Каких-то определенных приоритетов среди ребят особо мы не наблюдаем. Чаще всего ребята выбирают либо по близости к дому, чтобы это было очень близко, буквально 5-10 минут ходьбы, либо выбирают по интересам и готовы ездить, может быть, даже в другой район. Например, творческий ребенок, ему будет интересно детской картинной галереи, какой-то музей. Охотно приглашают ребят и промышленные предприятия. Охотно предприятия берут. Очень много предприятий, которые, скажем так, готовы расти свои кадры именно с нуля. Особенно промышленные предприятия, как правило, они проводят в первый день знакомство с заводом, с компанией. Проводят инструктажи, знакомят с музеем, с историей предприятия, знакомят с персоналом, прикрепляют какого-то ответственного или наставника. Всего в Самарской области планируют трудоустроить около 12 тысяч школьников от 14 до 17 лет. На данный момент уже работают около 5 тысяч. Желающие заработать могут позвонить в молодежный центр «Самарский». Там расскажут, как собрать пакет документов и проведут консультацию. Можно найти работу самостоятельно. Главное – оформить трудовой договор, в котором будут прописаны условия работы и размер заработной платы. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.